РЕЙФ С Генеральным Директором Российского Экспортного Центра Андреем Слепневым, чтобы обсудить, как будет меняться отечественный экспорт. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся на 18-м РИФе. Расскажите, с какой повесткой приехал Российский Экспортный Центр? У нас такая достаточно насыщенная повестка была, но акцент созвучен профилю. Это все-таки региональный форум, и мы действительно взяли для себя акцент. Это работа с регионами и концентрация на тех мерах, которые помогут регионам активизировать экспорт региональных компаний. Что за меры? Мы пришли сюда с такой практической программой по развитию региональной экспортной инфраструктуры. Мы подписали соглашение с 10 пилотными регионами по внедрению регионального экспортного стандарта, который предусматривает и систему управления, и налаживание продуктовой линейки, которые осуществляют региональные центры экспорта, и подготовку кадров, и специальная программа акселерации для региональных компаний. Как раз на сессии вы говорили о создании первого в России экспортного акселератора. Расскажите, что это за механизм и как он может помочь бизнесу? Мы действительно привлекли внимание участников форума к тому, что далеко не всегда административные барьеры, недостаток денег или еще что-то такое является проблемой для компаний. Очень часто, особенно на стартовом уровне, проблема то, что называется, в головах. Компании считают, что это сложно, дорого, что они не имеют компетенции, что у них недостаточно хороший товар и так далее. Зачастую просто даже не задумываются о том, что есть потенциалы и перспективы. Наша задача действительно показать этот потенциал и показать надежный план шагов, как можно достичь Ускеха. Главная сложность заключается в том, что нужно видеть всю дорожку, основные пункты и не делать грубых ошибок по ходу пути. Ну и, переходя от слов к делу, мы презентовали наработки, которые мы сделали совместно со Сбербанком, где компании могут пройти анкетирование на предмет своей экспортной готовности, получить некую такую диагностическую карту, где, в каким направлении ему надо нарастить компетенции, и план действий, что необходимо сделать. Ну и, разумеется, к этому плану интегрированы меры поддержки, которые предоставляются РЭЦ по всему маршруту, он начинает исследование рынка, поиск партнера, выставки, финансовые меры, транспортировка и так далее. То есть, это такой комплексный продукт, и мы надеемся, что он будет востребован компаниями и регионами. А в цифрах вы какого результата ожидаете? Сколько компаний хотите привлечь? Нам нужно за время нацпроекта удвоить число наших экспортеров. Сегодня у нас порядка 45 тысяч, значит, соответственно, под 100 тысяч наша задача выйти на количество экспортеров, и это общие наши усилия и с крупнейшими банками, и с регионами, та задача, которая должна быть реализована. Как раз на этой неделе правительство опубликовало параметры этих проектов, количество инвестиций и более подробные шаги. Можете более подробно рассказать, какие у вас должны быть целевые показатели в 2024 году и как вы их будете достигать? Нам надо выйти на 250 миллиардов долларов несырьевого экспорта к 2024 году и плюс 100 миллиардов по услугам. Это в районе удвоения от показателей, которые у нас были в 2017 году. Что касается результатов за 2018 год, мы в графике, даже с некоторым опережением. Последние данные 150 миллиардов и 4 десятых несырьевого энергетического экспорта. Это рекорд за нашу новую историю по объему несырьевого энергетического экспорта. И, что важно, растет доля ВВП на 2% пункта. Доля несырьевого экспорта выросла по сравнению с прошлым годом. То есть, действительно, эта статья становится драйвером экономики. Это, действительно, результат мер по, прежде всего, обеспечению макроэкономических условий. Этому способствуют и курсовые соотношения, и благоприятный уровень инфляции, ну и, безусловно, многолетние усилия правительства, системная работа по стимулированию соответствующего сектора. Так что, в принципе, уже темп набран, и важно теперь его продлить. Какую долю в этих новых показателях может занять сегмент малого и среднего бизнеса? Сегодня у нас доля среднего и малого бизнеса в несырьевом энергетическом экспорте, она составляет порядка 8%. Задача у нас по указу 10%, но 10% уже в новых цифрах. Значит, соответственно, это нужно в 2,4 раза нарастить к уровню 2017 года. Продолжение разговора о масштабных проектов. В прошлом году Министерство промышленности и торговли объявило о создании единой системы поддержки экспорта в регионах и за рубежом. Это проект, который организуют Минпромторг, Минэкономразвитие и ВПРФ. А российский экспортный центр назначен его координатором. Расскажите, когда проект будет запущен и что он даст бизнесу, который хочет выйти на экспорт? Единая система предполагает наличие технологической платформы для регионов и зарубежных контрагентов найти друг друга. Компания должна иметь возможность в понятном интерфейсе разместить свое предложение. И это предложение должно через агентскую зарубежную сеть быть донесено до тех компаний, кому оно может быть интересным. Идея простая, хотя, безусловно, под этим много информации, большие данные, аналитические обработки. То есть, прежде всего, это, конечно, современно-технологическая платформа, которую мы создаем в рамках одного окна. Кроме того, вышло постановление правительства, и мы становимся агентом по федеральным субсидиям на региональный центр поддержки экспорта. Соответственно, мы будем через эти отношения внедрять единую продуктовую линейку, единые стандарты и технологические связки. И второй момент, мы подписали соглашение с Минпромторгом по совместной работе по зарубежной сети. Будут формироваться соответствующие организационные структуры на базе торг-предств. Они будут функционально подчинены РЭЦ и функционировать в рамках этой единой сети. Таким образом, мы увязываем зарубежную сеть, региональную сеть и центральный технологический модуль в единую функциональную сетку, которая позволит обеспечивать такую систему продвижения. Это делается ради того, чтобы действительно решить проблему бизнес-метчинга или коммуникации бизнеса, чтобы найти друг друга, покупателю, продавцу. Это, наверное, самая сложная задача для тех, кто выходит на рынки. И нам важно, чтобы помочь ее решить. Вы много говорили о поддержке экспортеров в регионах. Расскажите о целях РЭЦ на 2019 год по расширению сети филиалов. 2019 год у нас очень понятен. Мы действительно начинаем работать по 10-ти пилотным регионам по внедрению регионального стандарта 2.0. Наша задача вместе с регионами найти те наиболее эффективные решения, которые позволяют нам акселерировать региональные компании и достигать практических результатов. Наша задача взять в акселератор порядка 750 региональных компаний в этом году. И из них порядка четверти должно быть эффективными уже в этом году и получить первые экспортные контракты. Задачи на ближайшее будущее у вас масштабные. Кого вы видите стратегическим партнером в реализации этих планов? Безусловно, если говорить про малый и средний бизнес, партнеры это прежде всего регионы, это торгпредства, корпорации МСП, другие институты развития, фонд развития промышленности и так далее. То есть все те, кто задействованы в контуре содействия развития предприятий. А что касается уже крупнейших компаний, безусловно, здесь нужна поддержка мощнейших федеральных институтов и прежде всего ВПРФ. Здесь как раз наша задача поддерживать крупные новые проекты. Мы посчитали и понимаем, что реализация президентских задач усматривает создание новых предприятий. На существующих мощностях мы, безусловно, поставленных цифр не достигнем. Нам нужны инвестиции. Общий объем инвестиций мы оценим за шестилетку порядка 5-7 триллионов рублей, которые необходимо сделать предприятиям, чтобы обеспечить создание конкурентоспособной продукции. И наша задача вместе с ВЭБом, с банками, со всеми, предоставить необходимые инструменты для такой амбиции. Российский экспортный центр в качестве одного из механизмов по поддержке предпринимателей ежегодно проводит премию «Экспортер года». Можете о ней более подробно рассказать? В соответствии с нацпроектом предполагается придание этой премии нового статуса. Это будет уже официальная правительственная премия. И мы планируем, что в этом году будут приведены окружные этапы, на которых будут подведены итоги по регионам, по кругам. И затем мы будем в рамках нашего форума «Сделано в России» уже вручать на федеральном уровне победителям финальные эти премии. Надеемся, что эта премия лишний раз привлечет внимание к тематике экспорта и поощрит тех бизнесменов, тех компаний, которые, выходя на экспорт, решают не только важную свою корпоративную задачу по развитию бизнеса, но они решают важную государственную задачу по укреплению национальной экономики, по развитию кадров, по повышению поступлений налогов и в целом по оздоровлению нашей экономической модели. Традиционно на форуме в Сочи формируется экспертная деловая повестка на год вперед, и компании отчитываются о проделанной деятельности за предыдущие. Расскажите о своих итогах 2018 и планах на 2019 год. 2018 год был для нас важнейшим. Закладывался дизайн национального проекта, было очень много дискуссий с бизнесом, как лучше развивать и так далее. Мы, кстати говоря, достигли нового рекорда по объему поддержанного экспорта – 16 миллиардов долларов. Это те поставки, которые бы не состоялись без нашей поддержки, как государственного института. Порядка 12% от всех поставок. Так что 2018 год был очень большим, но 2019 год будет, я думаю, еще больше, поскольку от планов мы переходим к действиям, и тут будет много интересного. Спасибо большое. Удачи в покорении зарубежных рынков. Спасибо.